Здравствуйте! Вы смотрите Факты мнения в студии Юлиан Шнайдер. Женщины сегодня все чаще не спешат заводить детей. Они строят карьеру, путешествуют, ведут активный образ жизни и только к 35-40 годам решаются на семью. Еще недавно нас удивляли голливудские звезды, а сегодня модное течение Child Free активно развивается в нашей стране. Грозит ли отказ от детей демографии? На эту тему сегодня мы поговорим с популярной ведущей, режиссером и молодой мамой Армине Кордаглян. Армине, я рада приветствовать вас в гостях. Рада приветствовать. Я знаю, что вы стали мамой не в 20, не в 30 лет. Ну да, в моем случае в 40 лет жизнь только начинается, это правда. Скажите, вот Сонечке, по-моему, годик. Год и 20 дней. Это замечательно, такие подробности. А вот вас захватило материнство полностью или же все-таки вы активно продолжаете свой бизнес, активно продолжаете быть в профессии? Ну, на первом этапе, как, наверное, любую маму, для которой и беременность, и роды ребенка, рождение ребенка, момент долгожданный, конечно, захватило все-таки. И более того, ребенок требует достаточно внимания. Ну, пришло время, когда появилась возможность вернуться в профессию, и ничто мне не мешает. И более того, я чувствую себя достаточно свободной. По крайней мере, я свободна от того внутреннего страха, который меня достаточно долгое время одолевал, что, возможно, в моей жизни не будет такого счастья, как счастье материнства. Я почему спрашиваю? Потому что сторонники Child Free, они вообще говорят, что дети крадут счастье. Ну, это неверно. Вы знаете, когда человек не хочет иметь детей, он не хочет не из-за того, что они у него крадут счастье, а просто в нем нет тех чувств, нет тех возможностей внутренних, душевных, чтобы захотеть этого. Мне хочется разобраться, какие корни в этой проблеме. Что такое позднее материнство? Это действительно социальная проблема, потому что, ну, допустим, не хватает денег на воспитание детей, да, для того, чтобы поднять на ноги. Либо это просто вот настолько чистого до эгоизма, когда люди живут для себя и только для себя. Вы знаете, сколько людей, вот столько и вот таких вот ситуаций. Просто современное положение вещей позволило людям думать в первую очередь о своем личном счастье. Я думаю, что появление Child Free, это в первую очередь про то, что человек понял, что самое главное в этой жизни – это его личное счастье. И как оно выглядит, это личное счастье, это его личное дело. И даже если это выходит за пределы нормы и не решает проблему демографии, его это меньше всего волнует, потому что никого не волнует, что он чувствует. И на самом деле, почему я не против и не за, скажем так, это не плохо и не хорошо, это вот так есть, это кому-то так хорошо. Потому что, ну вы же тоже мама, вы же понимаете, что ребенок, которого не хотят, он это очень сильно чувствует. И когда он вырастет, вот в этом и заключается проблема. Когда он вырастет, он тоже не захочет иметь, он, возможно, не захочет иметь детей, потому что все свое детство он был нежеланным. Я так поняла, что в вопросах настолько лояльный и даже вот такой полный отказ, да, не то, что отложенный материнство, а полный отказ от детей, да, потому что находятся и такие сторонники. Но я думаю, что это все-таки будет сказываться на демографических вопросах в стране. Мне кажется, что это все-таки страшно. Вы знаете, я не знаю статистики, сколько нужно в год рожать детей, чтобы планета осталась в живых. Я понимаю, что это принцип существования планеты. Но ведь есть человеческий фактор. И ни материнским капиталом, ни чем другим, кроме напоминания каждому человеку, что такое его счастье, и как это быть счастливым, не изменит ситуацию. И невозможно никакую женщину, на мой взгляд, убедить в том, что нужно иметь детей, что это хорошо. Даже если я посажу перед собой огромное количество людей и начну рассказывать, как я счастлива, какое-то великолепное ощущение быть мамой, делиться любовью своей, видеть, как ребенок утром обнимает тебя, не поймет меня человек, потому что в нем нет этих чувств и нет этих желаний. И это тоже надо принять. Ведь нормы тоже определяет человек. Армена, я поняла, может быть вопрос на самом деле в другом, и вы готовы были стать мамой гораздо раньше. А вопрос на самом деле в российских мужчинах, в менталитете? Ну, вы знаете, в моем случае вы практически в десятку попали. Я, конечно, с удовольствием стала бы мамой гораздо раньше, но просто в моем представлении, в моей картине мира и счастья, материнства, это я, Армена Крутоглян, встретила мужчину своей мечты, у меня замечательная семья, все взаимно, и ура, в нашей жизни есть ребенок как продолжение нашей любви и нашего счастья. Пусть это звучит очень где-то даже для кого-то банально, пусть очень лирично и романтично, но это правда. Ну вот просто со мной это случилось в 40 лет. То есть все эти годы это было не ожидание материнства, не ожидание ребенка, а ожидание своего мужчины, правильно? Ожидание своего счастья. Ожидание того мгновения, когда вот все то, о чем я вам сказала, все совпадет. И когда мне говорят, врачи говорят, друзья говорят, или родственники говорили, Армена, вы строили карьеру, вы пропустили какое-то время, а вдруг сейчас этого не произойдет. Я не строила карьеру. Я просто жила. Я просто работала. Мне просто повезло, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Я себе сказала, когда придет время, я обязательно это сделаю. Я не могу быть просто, ну, например, матерью-одиночкой. Я уважаю выбор тех, кто так делает, потому что есть люди, которые просто, в принципе, хотят испытать вот это счастье материнства. Потому что это действительно счастье. Ну, я правда могу сказать. Ну, я испытала за этот год огромное количество разных эмоций, от положительных до отрицательных. Ребенок тоже вызывает раздражение и агрессию, и огорчение. Но это ничто по сравнению с тем счастьем, которое все равно испытываешь. И потому я могу сказать, что пусть в жизни каждого человека это будет тогда, когда нужно. Просто у меня обращение ко всему миру, к некоторым врачам и родственникам, будьте деликатны. Это действительно деликатный вопрос. Вы не знаете, по какой причине человек в данный момент не мама или не папа. У меня был такой похожий вопрос, но, Армине, вы очень-очень опередили меня, потому что очень много в интернете сторонников, вернее, противников движения Чайльдфри, да? Это просто очень такое непонимание. Ну, я так думаю, непонимание. То есть огульная хайня, да, это проблема, то есть вы уже это для себя. Но мне кажется, что человек, который имеет какие-то психологические проблемы, да, или вообще какие-то проблемы, он же не будет признаваться, да? Ну, почему? Почему против они? Да, то есть вы сталкивались, вы сталкивались все-таки с отношением, да, к своему позднему материнству и негативам. Вы знаете, я очень легко находила ответ для любого человека. Я просила не вмешиваться очень деликатно. И я всегда говорила о том, что на всю волю Божью и мое время придет тогда, когда нужно. И мы тогда с вами обсудим. Вы знаете, мне единственное в теме Чайльдфри, что непонятно. Мне непонятно, зачем нужно объединение, зачем нужно защищаться. Я не верю в то, что Европа нетолерантна. Европа давным-давно принимала любую позицию, выходящую за пределы нормы. Мне иногда просто кажется, что если человек по-настоящему не хочет детей, для него это искреннее, ему не нужна защита, ему не нужны оправдания. Он просто этого не хочет, для него это естественно. То есть лозунги в этом случае не нужны? Не нужны никакие лозунги, он всегда найдет. Я более того скажу вам. Он будет человеком мудрым, придумает на самом деле на сегодняшний день огромное количество причин, по которым женщина не может иметь детей. Она может это придумать, и от нее раз и навсегда отстанут. А движение и защита от нападков, ну я думаю, что если у человека есть сомнения, то у него в принципе по любому вопросу будут сомнения. И это больше не движение Чайльдфри, а группа психологическая по рассказу и обучению тому, как позволить себе быть таким, каким ты хочешь. Как делать то, что ты хочешь, как не оправдываться перед всем миром, что ты выходишь за пределы нормы, и не выполняешь, например, демографическую программу планеты или государства, и имеешь на это полное право. Раньше у нас норма была, два ребенка в семье, но я не говорю уже о тех временах, когда это было три и более, потому что тогда это была полная семья, когда было семь детей, десять детей. Сейчас у нас один, и то, и два, и очень поздно. Я хочу процитировать одну очень известную телеведущую, она местами очень скандальная, не буду называть имя. Вот что она говорит. Семья и дети – это не те вещи, которые меня интересуют. Я не люблю маленьких детей. Абсолютно нет желания тратить на пеленки, борщи и прочее свою жизнь. Имеет ли право, вот человек достаточно популярный, известный, чем мнение, может как-то на кого-то очень сильно повлиять. Вот такие суждения в открытую заявлять. Вы знаете, любой популярный публичный человек, он тоже человек. И я понимаю, о чем вы говорите, но я по-прежнему считаю, что каждый человек имеет право оставаться таким, какой он есть. Просто, возможно, человек, я даже знаю, о ком идет речь, потому что я знаю это высказывание, оно одно время прогремело. Я думаю... Ну да, барышня сейчас замужем, может быть, кстати, она и скорые детей. Я вам больше скажу. Мы даже однажды с кем-то обсудили этот вопрос, и я сказала, что я уверена, что она больше, чем кто бы то ни было, хочет иметь детей. Но у нее та же самая история, что у меня. Ей нужно просто дождаться своего мужчину. Я боюсь, я не боюсь, я думаю, что она его дождалась. Я уверена, что все у нее в этом вопросе будет в порядке. А скандал в ее случае, это ее визитная карточка, и вообще протесты, скандалы, это же ныне тренд, способ обратить на себя внимание. Может, кому-то просто нужна трибуна, и тема Child Free, это просто удобная тема. Ну, то есть, ваше мнение, что тема Child Free, это движение Child Free, это все-таки прикрытие каких-то своих проблем? Совершенно верно. Мы же не знаем, что происходит на самом деле, каким образом люди защищают своих адептов от нападков. Я еще раз повторяю, ну вы правда, представьте себе человека, который искренне не хочет иметь детей. Он не будет ни спорить по этому поводу, ни оправдываться. Он будет жить своей жизнью, своей счастливой жизнью, это будет его счастье. Кстати, я тоже с вами согласна вполне, потому что вот по моим наблюдениям в последнее время, я уж не знаю, что это. Это дань моде, либо это то, что делается сейчас в нашей стране, допустим, материнский капитал. Ну что-то стимулирует, да, потому что, допустим, в моем окружении, в возрасте 35-40, женщина уже даже не первой, даже не второй. В основном третьи дети. Я смотрю, я не вижу, допустим, у нас на Кубани тенденции к тому, чтобы все напрочь ушли в свободное плавание и жили только для себя. Ну, во-первых, мы живем в стране, в которой это глубокие традиции иметь в семье не одного ребенка, а двух, трех. Я не знаю, сколько еще пройдет времени, когда там как-то изменится ситуация. Это первое. Второе. Мне тоже, вы знаете, я могу ошибаться, я даже боюсь все-таки затрагивать эту тему, потому что не хочется быть голословной, а это все-таки каждый случай индивидуально. Я видела случай и слышала пару раз в своей жизни, когда я видела, что люди пытаются заработать средства и решить какие-то свои материальные проблемы таким способом. Я не знаю, решили ли они такие проблемы или не решили. Я даже боюсь, что не решили. Ну, я из очень многодетной семьи, в нашей семье трое, но у моей бабушки шестеро, у моего прадеда десять детей, все говорят, что где один, там два, где два, там и три. Но я как мама одного ребенка, ну, сложно представить, как это с двумя, с тремя. Пока сложно мне. Ну, я все-таки желаю, чтобы вы это представили. Рано или поздно, Армена, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо за эту интересную беседу. Надеюсь, для Кубани, где семейные традиции всегда обчитались, дети будут счастьем любой семьи. Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24. Субтитры подогнал «Симон»